Всем большой привет! Меня зовут Наталина и сегодняшнее видео будет посвящено палетке хайлайтеров от Lime Crime. Посмотрите, у них несколько, по-моему, три цвета палеток есть и это такая самая русалочень. Плюс у меня есть новый их оттенок помады, который называется New Americana. Мы его тоже будем пробовать. Данный продукт мне прислала на обзор официальный представитель Lime Crime в России и я очень долго прям тестировала это все. Прям реально чуть ли не месяца полтора, потому что потом я была в разъездах, потом я болела. Короче, кошмар просто какой-то произошел, но вы эту палетку уже видели в трех, наверное, уже моих видео. На первый взгляд она выглядит такой не самый, да, мягко говоря, базовый. Она, в общем-то, такой и не является, но одна палетка, которая у меня была, мне не супер прям понравилась, потому что из трех цветов там только один был носибельный. Здесь же мне, в принципе, нравятся все. Давайте мы сейчас с вами посмотрим свотчи и будем наносить. Я не нанесла пока макияж на глаза, потому что хочу сделать также макияж глаз этой палеты. На самом деле я очень люблю этот трюк, когда мы просто вместо теней наносим хайлайтер. Я возьму вот этот вот средний. Он называется Pearl. Немножко под бровь. Видите, он сам по себе такой морозный. Я люблю эти хайлайтеры очень смешивать между собой. И на подвижное веко я нанесу фиолетовый хайлайтер, но немножко добавлю и вот этого. Фиолетовый называется Seashell. Этого, наверное, лучше пальцем будет нанести. Видите, он сразу такой проявляется. То есть он не яркий. Здесь нету прям такого яркого цвета, но это все-таки хайлайтер. Это не тень. То есть он дает такой легкий намек. И самый светлый оттенок я нанесу во внутренний уголок. Так, я накрасила и приклеила ресницы. И давайте переходить к хайлайтеру. У меня сделано чуть-чуть скульптурирование. Я пока не наносила румяна, просто чтобы мы с вами могли сконцентрироваться прямо на цвете хайлайтера. У меня есть уже опыт использования. И я вам скажу так, вот голубой меня вообще особо не вдохновляет на своей внешности, потому что я вообще не очень люблю синий цвет в макияже на себе, потому что он убивает голубизну моих глаз. Но вот эти вот оттенки, которые цветные, они чуточку более прозрачные, в то время как вот этот оттенок, у него хорошая такая прям интенсивность хайлайтера. Поэтому, ну видите, я вот отклоняю руку и практически не видно этот голубой-фиолетовый оттенок. Они ярко начинают мерцать, когда на них падает свет. Поэтому, если вы хотите, чтобы у вас прям был легкий такой оттенок, то я вам рекомендую наносить это просто на кожу. Если вы хотите, чтобы было поярче, то рекомендую наносить сначала этот оттенок, далее уже какой-то цветной. Именно вот голубой хайлайтер, это что-то более, мне кажется, или креативное, или такое более неформальное, скажем так. Я же буду наносить вот эти вот два оттенка. Ну, в общем-то, они мне оба и нравятся из этой палетки. Сначала я более светлый оттенок Pearl нанесу на стратегические точки, и дальше в некоторых местах мы добавим немного фиолетового. Так, давайте я вам сначала чистый оттенок Pearl покажу. И сразу же поверх него добавлю немного фиолетового. Ну, и здесь красиво сделать переход в какие-нибудь розовенькие румяна. И еще чуть-чуть нежных этих оттенков нанесу также на переносицу. Ну, и давайте попробуем новую помаду. Очень такой прям огненный цвет. Не знаю, насколько он сюда подойдет, но давайте пробовать. Конечно, у меня получилось немного странное сочетание цветов. Я не скажу, что оно мне нравится, но также не скажу, что оно меня бесит. Мне нравится помада. Действительно, очень красивый цвет. Не совсем такой классический красный. Чуточку-чуточку выражену, но мне нравится этот оттенок. Вообще, помады от Lime Crime, одни из самых моих любимых вообще по формуле помад. Я делала одно большое видео, посвященное моим отношениям с брендом Lime Crime. Я оставлю ссылку на него внизу. И, в общем-то, все те вещи, которые, скажем так, меня волновали, да, в отношении бренда с покупателями, в принципе, все проблемы, насколько я понимаю, решены. Поэтому я сейчас более-менее спокойно отношусь к бренду Lime Crime. Независимо даже от этого, я не могу не отдать должное тому, что их матовые помады – это действительно самая комфортная формула. Я не люблю матовые помады. Те, кто не первый день на моем канале, прекрасно это знают. Я потому что постоянно об этом говорю. Единственная матовая помада, которую я действительно могу носить – это Lime Crime, Dose of Colors. С этими помадами не происходит ничего. Они никуда не деваются, с ними просто ничего не происходит. И самое главное для меня – то, что я их почти не чувствую. Они очень тонкие на губах. И я могу сколько угодно разу так вот облизывать губы, что я постоянно делаю, когда нашу матовые помады, и они не стираются. Ну, естественно, только от каких-то масла, жиросодержащих вещей. Поэтому в плане формулы у меня вопросов вообще нету к этим помадам. У бренда Lime Crime есть официальный дистрибьютор в России, о чем написано на официальном сайте Lime Crime. Это сайт ilovemakeup.ru. И именно сайт ilovemakeup.ru продает оптом другим интернет-магазинам Lime Crime. Просто вы мне задавали вопросы в комментариях, и вот я, чтобы на все на них ответить, вам говорю. То есть, например, там на той же pudra.ru оригинала Lime Crime просто пудра закупает у I Love Makeup. А там, в свою очередь, например, пудра является дистрибьютором LA Splash, и поэтому другие интернет-магазины, которые торгуют этим брендом, они закупают у пудры. То есть, когда компания становится официальным дистрибьютором, она не только у себя на сайте это держит, но и также продает своим оптовым партнерам. Поэтому, если вы на каком-то сайте увидели Lime Crime, то вы всегда можете написать в ilovemakeup.ru и уточнить, работают ли они с этим сайтом, оригиналы там или нет. Поэтому не попадайтесь, потому что про поделки в косметике уже столько всего сказано. И на моем канале в том числе я оставлю ссылку на свое большое видео про поделки в косметике. Я оставлю ссылочку внизу, потому что, пожалуйста, бренды, которые официально не представлены в России, ну, постарайтесь их не покупать на каких-то сайтах, потому что, российских я имею в виду, потому что вероятность наткнуться на подделку, ну, она очень-очень просто высока. Официальный сайт Lime Crime американский, он доставляет в Россию, но у них просто самая конченная доставка, потому что заказ от них идет вот минимум просто месяц. Это очень странно, почему они не могут просто себе нормального перевозчика найти. Мне они присылали, шло где-то полтора месяца, и то я уже просто отчаялась. Я им написала, что, ребят, ничего не пришло, и мне вернули деньги, через некоторое время мне пришли мои две палетки. Я бы не стала оттуда ничего заказывать больше, потому что, ну, это реально какая-то нервотрепка. Но Lime Crime продается также на cultviews.com, это английский сайт, у них это 50 фунтов бесплатная доставка, и доставка 10-14 дней занимает, и там цены как на официальном американском сайте. Поэтому, если хотите заказать подешевле, и вы готовы подождать, то я бы рекомендовала заказывать оттуда. Потому что по ценам, вот на официальном американском сайте хайлайтеры стоят 38 долларов, это примерно, ну, грубо говоря, 2-300 рублей. На российском сайте палетка хайлайтеров стоит 3 690 рублей. Помада же стоит на официальном сайте 20 долларов, это, ну, грубо говоря, 1200 рублей, а на российском сайте они стоят 1790 рублей. Во всех российских интернет-магазинах, насколько я понимаю, единая ценовая политика, то есть везде все это стоит одинаково. По поводу помад я уже сказала, я обожаю эту формулу, просто выбирайте цвет, который вам нравится. У меня, наверное, 3 или 4 помады вот постоянно-постоянно лежат, но я не прям часто, конечно, ими крашусь, потому что я предпочитаю все же блески для губ, но если я захочу накраситься матовой помадой, то я выберу либо Lime Crime, либо Dose of Colors. Что касается палетки, вот она мне внезапно, хотя с такими цветами понравилась, мне нравится сочетание вот этих двух хайлайтеров, голубой на себе я использовать точно не буду, я уже сказала, что мне не нравится просто голубая косметика с моим колоритом внешности, но его тоже можно интересно какие-то делать более креативные, скажем так, образы. То, что мне не понравилось палетки предыдущей, которая у меня была, там был только первый цвет красивый, и у него вот был вот такой вот полупрозрачная база, как у этого фиолетового оттенка. Следующий оттенок был слишком какой-то желтый и персиковый, и у них была очень белая база, то есть мне не нравилось то, что вы наносите, вы чуть-чуть отворачиваетесь от цвета, да, и у вас там просто белесое пятно, то есть вот оно бело-серое, и только когда вам бьет вот хайлайтер, тогда именно видно, что там что-то вот мерцающее, поэтому я не была вдохновлена на эту палетку, я ее продала, но вот это мне нравится, я ее для себя оставлю. О том, рекомендую я это или нет, здесь, знаете, такой специфический момент. Я думаю, что если у вас вот есть там один-два хайлайтера базовых, которыми вы постоянно пользуетесь, и вы не склонны там к экспериментам, к каким-то креативным, я же, то, конечно, нет, потому что вы будете использовать здесь, дай бог, один там вот этот вот оттенок, потому что в сочетании с фиолетовым это тоже уже что-то, знаете, такой намек немножечко на креатив. Если же вы любитель косметики, и вы не против того, что вы купите палетку и накраситесь ей там 5-7 раз, то тогда, конечно же, да, цена, опять же, не дешевая, 3 790 рублей в российском магазине, то есть как-то, ну, дороговато отдать это вот прям вот взять и заплатить за одну палетку. Я бы лично предпочла, чтобы они все продавались индивидуально, например, там, ну, там, типа по 1200-1300 рублей, и лично для меня это было бы намного более интересно, потому что здесь я вот знаю, что точно вот этим цветом там не буду пользоваться. Ну, естественно, покупателя нет, это только ваше решение, я вам могу сказать просто свое субъективное мнение. Я надеюсь, что это видео вам было полезным и интересно, не забывайте, пожалуйста, ставить лайк, потому что это действительно очень важно для дальнейшего развития этого канала. Мы с вами скоро увидимся, до встречи и всем пока!